Мы находимся в Екатеринбургской Академии Современного Искусства. Это вуз, которому в этом году исполнится всего 15 лет. И здесь, на Уралмаше, мы тоже относительно недавно. Мы сюда зашли в 2014 году, но сразу стало понятно, что это место с его богатейшей историей, с его авангардностью, с его запланированной социальностью, именно так планировался Уралмаш, как судбород, нам очень и очень подходит. До этого у ЕСИ не было своего места, вот такого места, к которому мы были привязаны. Я могу сказать совершенно определенно, что вот здесь, с этим объектом культурного наследия, фабрика кухни УЗТН или Старый ДК, мы, конечно, сжились, проросли друг в друга. И когда мы много говорили про Уралмаш, мы на каждом нашем научном событии говорим об Уралмаше, мы активно его изучаем и описываем, стало понятно, что помимо вот такой формальной повестки, нам хочется и повестки человеческой, необязательной, основанной на эмоциях, но в то же время работающей на какую-то прагматику. Поэтому-то мы решили организовать клуб «Друзей Уралмаши», который начал свою работу 20 января 2020 года в такую красивую, это было красивое число. Мы каждый раз выбираем определенную тему, и эту тему пытаемся рассмотреть в структуре. Структура такова – история, исследование, проекты. То есть что-то направленное на изменения, на будущее и так далее. Каждый раз наш состав участников меняется, потому что дело добровольное у нас. Кто-то приходит, кто-то не приходит и так далее. Но эта теплая и конструктивная атмосфера, кажется, бывает каждый раз у нас. Мы всегда пишем о нашем событии на сайте «Культура Екатеринбург.РФ». Это наш муниципальный городской портал о культуре, потому что мы вуз муниципальный. Мы верны городу и работаем на город. И знаете, мне очень бывает приятно и радостно делиться с теми, кто придет, какими-то артефактами. Ну, вот, например, вы знаете, что наше здание сейчас уходит в ремонт. И когда уехали наши коллеги, они уехали в кинотеатр, знали, Центр культуры от Джимкидзевский, то я уходила и вдруг нашла вот эту табличку. Ну, обратите внимание, как она сделана. Ведь это раскраска футбрамок, да? А это оргстепроз. И вот заряпана разного цвета краской. И честно, сейчас смотришь на эту фразу, на этот лозунг Ленинский, думаешь, ну, вообще-то он был прав. Искусство должно принадлежать народу, правда? А Ольга Алексеевна, скаина, которой я сейчас прежде всего дам слово, Ольга Алексеевна одна из тех уолмашевок, которые не просто работают в ЯСИ и формируют такую уолмашевскую повестку уважения к этому месту, но еще и Ольга Алексеевна, конечно, активный участник всех наших движух, да? Всего нашего творческого процесса. И Ольга Алексеевна весьма ответственна и весьма аккуратна с исторической точки зрения. Потому что вот здесь вот стоят разные документы, о которых Ольга Алексеевна сейчас расскажет. Это часть архивов нашего старого ДК. Сегодня, коллеги, мы говорим с вами о кино уолмашево. Вообще у нас за это время, вот я для новеньких, да, для новеньких говорю, у нас за это время было несколько важнейших тем. И вот интересно то, что мы начали в январе 2020 года, мы начали с разговора о бревенчатых домах у Оммаша. Это ведь самые первые дома, которые построены были строителями у Оммаша. Поскольку у нас клуб, мы не партия и даже не общественное объединение, и даже не некоммерческая организация, мы считаем, что тот минимум, который мы можем и должны делать, это повестка, формирование информационной повестки, формирование общественного мнения и помидование, да. Очень важно, что мы фиксируемся вот на этих вещах, которые связаны с сохранностью истории у Оммаша. Ну, настолько я знаю, сегодня уже осталось пять домов бревенчатых, да. И не всегда вот наша повестка напрямую влияет. Но она меняет нас с вами. Это уже хорошо и уже вперед. Тут каждый раз эта тема «Бревенчатые дома у Оммаша», озеленение, старый ДК, фабрика кухни и старый ДК. В прошлый раз у нас была история музея у Оммаш завода, Марина Михайловна пришла. Здравствуйте, Марина Михайловна. А сегодня наша тема – это кино. Кино у Оммаша. И, конечно, когда говоришь кино у Оммаши, прежде всего вспоминается, что кинотеатр «Темп», которого нет. А также еще два кинотеатра, которых фактически тоже нет. Это кинотеатр «Знамя». Тоже очень известный и хороший. Ну, темп был необыкновенно прекрасен с технической точки зрения. Но «Знамя», как говорят у Оммашицы, я не знала, ну, как бы я знала, где у Оммаши все такое. Но, в общем, я неофит, да, в каком-то смысле. Но теперь-то патриот, конечно, у Оммаши. После этого «Знамя» я никогда не была. Честно признаюсь, надо сходить. Но вот кинотеатр «Заря», он часто проходил, рядом с системы с метро, тоже некоторое время был в почти заброшенном состоянии. А сегодня это заново возрождающийся кинотеатр. Вот сейчас к нам из библиотеки придут мои коллеги, наши, надеюсь, партнеры, как раз из премьер-зала «Омега». Мне расскажут о том, как они собираются преобразовывать вот эти гинопространства. То есть мы сегодня будем говорить о кино как об организационной структуре нового Оммаши, то есть кино, каким оно было, какое оно есть и каким оно будет, а также о том, а, собственно, мы будем смотреть кино, то есть, а что, собственно, это кино показывает, какой это был киноязык, какие мы там видим сегодня, скрытые смыслы, чем оно нас удивляет фантастически совершенно. Я не могла оторваться от одного документального фильма, который мы будем сегодня смотреть. Но наше неформальное объединение означает, что у нас регламент плавающий. Обычно мы около двух часов заседаем, поэтому, конечно, можно планировать приблизительно это время, однако в любой момент можно встать и уйти, а можно наоборот зайти, все у нас абсолютно и свободно. Вы знаете, что в декотеке у нас чай, кофе и прянички, да, поэтому кто проголодается, можно спокойно встать, пойти и это сделать. Мы записываем нашу встречу, потому что потом мы делаем такую стенограмму, да, мы потом нарежем эти кусочки видео, мы их тоже сохраняем, архивируем и работаем с этим, как с исследовательским материалом. Ну, сегодня я хотела бы, чтобы у нас были две прекрасные дамы, две прекрасные уралмашевки, спикерами. Первый я дам слово Ольга Алексеевна Сталина, он Алексеевна кандидат федератических наук, доцент. Уралмашевка не в первом поколении, и Ольга Алексеевна занимается любительской историей, можно сказать, теорией и практикой, историей и теорией и практикой любительского театра на уралмаше. Мы тут столько всего узнали, благодаря раскопкам Ольги Алексеевны, в прямом переносном смысле этого слова, и все могут об этом узнать. И мы, конечно, когда-нибудь специально посвятим этому наше заседание. Я часто вижу, как Ольга Алексеевна приглашает сюда людей, тоже, конечно же, друзей уралмашевки. Вот сегодня у нас есть гости, и Ольга Алексеевна сейчас передам слово, и она прямо вот нам представит культурную программу. Хорошо. Спасибо, Ольга Алексеевна. Уважаемые коллеги, я хотела бы представить вам сейчас моих гостей и гостей уралмашевки. Может быть, это инфраструктура сегодня получилась, но, во-первых, это любовь к Виктору Афилимону, руководитель детского театрального коллектива, «Юность». Это просто теоретический был театр. Я бы ничего не могла. Ну вот, пожалуйста, если бы потом... Ура! Вот это да! А сейчас я вам представлю и приглашаю сюда Анчарову Нину Данилову, руководитель кукольного театра. И мы сейчас импровизационно вам споем песню, которая звучала на 50-летие кинотеатра «Т». Вот прямо сейчас вы вспомнили, не случайно это все случилось. А она актриса вообще-то... Нет, я случайно промолвилась, вот только там... Здесь ничего не бывает случайно. Вот и пойдемте туда, и сейчас вы нам этот текст доложите. Я говорю, да у меня там кукла была, большая концертная кукла. Ее звали Маша Суравмаша. И там не надо было мне думать, во что я одета, и как я выгляжу. Кукла уже все имела успех. А текст это уже от души, что ты сможешь там... И, конечно, ты всегда на бизнес. А что сейчас, я не знаю. Вот теперь ты... Но, в принципе, мы выросли в этом еще девочками. Я вообще маленькая, меня привела Лилия Степановна Кузнецова. Услышав, что я громко говорю, сдаю рапорт, она была первым начальником. Вот в этом здании, есть фотография на центральном входе, я там... Две полоски, это значит, я была председателем совета дружины. Вот это первое, у Ралмашевского. И она была Лидой Степановой первая. И что? И потом она... Я говорю, я спать не буду тут. Я вообще никогда не спала. А ну-то пойдем в театральный коллектив, будешь заниматься там, сценки будешь... Генна Даниловна, давайте пить. Давайте. А то мы в письме. Так что это... Это мы все запишем. Генна Даниловна уже согласилась стать автором нашей... Импровизация просто. Буквально сейчас только записали. Да-да-да-да-да. Ну, давайте, Генна Даниловна. Давай, Генна Даниловна, начинаем. Кокдан на сердце грусть, но это кукла по ее... Давай, давай. Я к темпу прихожу. Там новый фильм идет и полный аншлаг. С дилеттору спешу Семен Моисеевич, если помню. Семен Моисеевич, если помню. Семен Моисеевич, если помню. Ведь он великий маг. Быть может, для меня билетик найдет. Мир кино волшебный пленяет. Милый темп мы знаем давно. Только здесь такое бывает, что бывает только в кино. Закрою лишь глаза, вся жизнь передо мной. Здесь пионерский сбор наш школьный трубил. Ну что там, браво сбор, там раннюю весной. Ой, бабушку мой дед всерьез полюбил. Мир кино волшебный пленяет. Милый темп мы знаем давно. Только здесь такое бывает, что бывает только в кино. Сегодня юбилей мы отмечаем твой. Ну что там говорить, ведь он золотой. Мы любим все тебя и мы еще придем. А вот куда? Столетия отмечают стартанганга поем. Мир кино волшебный пленяет. Милый темп мы знаем давно. Только здесь такое бывает, что бывает только в кино. Браво! Браво! Я так уже знала, что нашего темпа нет. Вот сейчас здесь жила твой Него. Только сегодня узнала, в котором он стоит. А тогда 100 лет будет? Да? 50-й. Должно быть 50-й. Я работала с 72-го года, 20 лет, до ГИШа я работала 20 лет. 10 лет я ездила. Заливали понимальниками. Заливали, а потом открывали знания. Я хочу вас, так скажем, поправить. Здесь у нас был не только темп в кинотеатре знания. Мы жили вот здесь, на Суворовском. И, например, дети там все собирались. И такие, а что, пойдемте в кино? И мы вот так все по Суворовскому шли. И вдруг, ну, сеансы не подходят. Пришли, уже фильм идет. Мы шли от ЭПА, вот сюда здесь ДК. И вот здесь, где было... Тоже, мы шли бы сюда. То есть тут еще сеанс не подходит. А давайте споткаемся. Тогда уже пошли, шли в знамя. А уже и знамя, если в знамя уже не подходят. Или возвращались, что вот тут сеанс уже близко. Или туда уже в Зарю шли. А так еще вот здесь было. Это такие генопутешествия были, да? Да, генопутешествия, да, да, да. Спасибо, Марина Михайловна. Конечно, 100 лет темпу мы не сможем отпраздновать рядом с темпом или в темпе. Но, понимаете, это живет в нашей памяти. И вот когда уже темпа не было, мы в 19-м году вышли со студентами ЕСИ. У нас есть танцоры. И мы такой сделали перформанс. Он назывался Держим темп. Мы в свое время вывозили оттуда камешки, да, это ступени там, как нам во всяком случае казалось темпа. Марина Михайловна придумала лозунг, который мы там, да, написали. Возьми свой темп. Возьми свой темп. То есть, конечно, физический объект, очень жаль, что его нет. Но то, что о нем есть воспоминания, то, что он, можно сказать, с нами, по крайней мере, в наших сердцах и памяти, это уже хорошо. Это все, что мы можем сделать, да, к сожалению, все. Мы переходим, значит, больше к сожалению, вы не успели, просто вам лично это понравилось. У нас сейчас была песня про 100-летие темпа. А мы повторим ее? Да, мы можем написать. А сейчас я хочу передать слово Ольге Алексеевне для того, чтобы Ольга Алексеевна показала нам подборку фильмов как раз про Машу Суру. И так далее. Ольга Алексеевна, пожалуйста. Я тогда уберу, да, вот то, что здесь. Да, закройте глаза. Ага. Сверните, закройте, как вам удобно. Мышку возьмите. Ну, может, она уже не чувствительная, кстати, хватает. Так. Уважаемые коллеги, конечно, я не могу сказать, что я прям историк и историк театра, ой, кино. Ольга Алексеевна. 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 Ну давайте мы пока остановим просмотр, потому что именно с этого фильма у нас пошло в народ выражение Саши Суральмаша и вот такое одесская мягкая Суральмаша украинская, значит здесь у нас Аркадий Сюбин, сварщик-судостроитель Марк Бернес и Саша Свинцов, это Борис Андреев, да Андреев, он Кизнецай, вот два таких героя, из них уже пошла в народе вот это вот Саша Суральмаша, потом появились и Машу Суральмашу, и даже одного из авторитетов Мазинских тоже называли Сашу Суральмашу, но это уже совсем другая история, это наша история вот началась здесь. Значит второй фильм, который я нашла, может быть, для меня он был неизвестный, и сейчас мы посмотрим кадры, которые не показывают Уралмашу, а показывают некую картину общую того времени. Этот фильм «Страница жизни», 48-й год, играет главную роль Татьяны Еремеева, актриса Малого театра, в общем-то, как бы выгодаться на имя, актриса Малого театра. И я нашла такие замечательные слова Маяковского, которые вот отражают суть, как бы, курса, что ли, этого фильма. «И я, как песню человечества, рождённую в трудах и бою, пою моё отечество, республику мою». Значит, вот эта актриса, она была, не актриса, героиня, она получила профессию сварщика, потом деревенская девочка была, потом, значит, она её осваивала через трудности. А в годы войны ей пришлось приехать на Уралмаш, и здесь, на Уралмаше, она почему-то пошла работать в Уралмаш-строй. И те кадры, которые говорят о том, что она работает на Уралмаш-строй, они как бы специфику-то не отражают. Потом, после войны, героиня вернулась на свой завод. Завод называется, я скажу, как? Нет. А, металлург-строй. Ну, может быть, это магнитка. Я не знаю. Вот давайте просто посмотрим эти кадры. Они же эвакуированы в них. Они оттуда-то из Подмосковья. А вот металлург-строй, они тоже в фильме. Да, да, да. Они эвакуированы, она приехала на Уралмаш. Поэтому она не на магнитку вернулась, подошла. Ну вот восстанавливали после войны, восстанавливали... Да, да, да. Центральный... Ну вот смотрите, катарик, миссар, допустим, да? Вот это уже финальные сцены. Ну это так, похоже, наоборот. Ну это индустриальные сцены, да? Это индустриальные сцены, да. Не понимаю, что это конкретно, да? Я знаю. Ну какие же у нас цены? Может быть, это цены? Я не знаю. Потому что с угловской экипо-студия. Ну, один бы сказал... Ну, один бы сказал... Ну вот смотрите, какая длинность. Это другая девочка, молодая девочка, которая пройдет в Москву. Сейчас будет героиня... Это сейчас... Там сердце будет... Аааа... Знаете что, проходите, пожалуйста, там. Садитесь где-то... в завиная штука. Здравствуйте. Надо смотреть... Ух, это было шоу. Это, что я понимаю... Аааа. Которая подклипела это... Плитница ратка. Угу. Странница раз... Угу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 это именно этот отрывочек, потому что они все здесь маленькие мальчики, и кого-то уже нет живых, и кто-то погиб, и свои, и ну вот они здесь. И посмотрите, пожалуйста. И еще у меня с этим фильмом тоже очень интересное, мне кажется, есть расследование, которое меня удивило. Ну и давайте посмотрим. Ребята, вы находитесь в музее боевой трудовой славы в районе завода тяжелого машиностроения имени Сергея Кузнецова. Строительство завода было начато в 1928 году с раскручевки лесового пассива. Строительство завода активно участия приняла молодежь. Сотни юношей и девушек приехали на строительство уралмашзавода со всех концов уголков нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны многие уралмашевцы ушли защищать нашу Родину непосредственно с оружием на фронтах войны. Здесь, в ТВУ, несмотря на то, что 80% работающих составляли женщины и подростки, завод успешно справлялся со своими производственными показателями. Сейчас на уралмашзаводе трудятся рабочие 275 профессий. С некоторыми из этих машиностроительных профессий мы с Вами познакомимся в кабинете профориентации. В настоящее время коллектив завода работает над созданием нового экскаватора ША-80100. 8 скупических метров емкость горша и 100 метров длина струны этого экскаватора. Вот такая подборочка. Больше я не нашла художественных фильмов. А музей сейчас переехал в этот, да? В здание бухгалтерии отдела. Где был, там могла бы прохороновать. На прахового прохороное там за памятником включилась. Правильно, да? А раньше был здесь. А еще у меня некое дополнение. Я не знаю, просто вот я вопрос для себя поставил. Следствие включения можно разобраться. Давай, давай. Спасибо. Значит, у нас здесь работал в Центре культуры... Нет, это был Центр культуры, это был ДК. Да, уралмашзавский Михаил Иоанн Крестин. Он работал художественным руководителем. Как раз, не слышали, да? Как раз он работал где-то до, ну вот, после войны или в войну. Потому что я увидела документы, им подписаны именно вот в это время. Что я про него знала? То, что он с Сергеем Герасимовым, режиссером вот этого фильма, снял свой первый фильм, это, видимо, Герасимов был первый фильм в 1932 году, называется «Сердце Соломона». А вообще, в 1917 году Михаил Леонтьевич был заместителем Крупской по кино, по кино, там, какому-то, сделу, внешкольного отдела наркомфроса. Потом принимал участие в организации Института экрана и искусства и высшего Института фотографии и фототехники. В 1925-1926 году был директором ВОЗ кинофабрики в Москве. Автор воспоминаний в самой первой дне. Этот, этот человек или не этот, я не знаю. Полное совпадение. И не фамилия. И в Википедии, ну, на кинопоиске я нашла, вот, только его видность, 25-26 год, и на этом обрывается. И потом, вот эта фамилия всплывает, она, здесь, Леонтьевич, художественный руководитель ДК. Ну, не интересно, да. Михаил, он заменил. Михаил, Леонтьевич, простите, Крестин. Так, значит, ну, все, я не знаю, можно. А вот еще есть один фильм, который сейчас вспомнит, я не могла вспомнить, его буквально месяц назад по культуре показывали. Наша Светловская студия, где 60-й доме, там находится культура, это весь проход от 40 лет, как тебя работают. Герои проходят, уже, вроде кушетки стоят, они получают квартиру в одном из этих домов, и вот очень блинный такой проход по всей улице. Художественный, художественный фильм, как называется? Да я не вспомню, здесь... Надо пойти на сайт культура, и там... Да, я просто посмотрю сегодня. Пожалуйста, напишите, ладно? Потому что мы сейчас будем идут, дополнять под боку. Я просто вела кинок поиск и нашла фильм, где упоминают... Нет, а вот, смотрите, семья Ивановых, я вам говорю, там нет упоминания о Буромаши, там просто о какой-то семье, но там есть вот этот вид с Урал-Маши откуда-то с верхней мячки. У нас все семьи, у нас все семьи пошли, да-да-да. А там вот это, показывали, вот эту площадь, солнце встает, и все идут на Урал-Маши. И так вот со всех сторон люди стекаются. То есть вот эта площадь, где вот все туда подходит к этой протоколе. Мы тоже записываем фильмы, да, и у нас будет такая подборка, потому что я уверена, мы еще сможем к этому вернуться. Но, к сожалению, наши гости из Омеги, они еще с Ивановой Томи разговаривают. Потому что они хотят привязать вот эту свою программу кинотеатров и Зари, и Омеги к Урал-Машу, да, то, наверное, им было бы очень это интересно. Но придется им потом еще вам это сказать. Ольга Алексеевна. Обратить ваше внимание вот на эти дипломы, на Урал-Маши, в том числе в Старом Декабре, у нас здесь, в ЛАКе на студии. И вот дипломы за идеи. Мне что с этим? Диплом третьей степени выдал коллективу кинолюбителей Уайского завода тяжелого машиностроения за хорошую операторскую работу фильма «Сигдина-Вита» 10 апреля 1964 года. В этом году вот этот, по-моему, стоит. 62-й год. Коллектив любительских конституции ЖДК УССМ в Комитете 2-го Союза без модных любительских фильмов благодарит вас за участие во 2-м СССР. В этом году председателя Комитета. Вы знаете, по-моему, на корону написано. Нет? Похоже, кстати. Похоже, похоже. Вы знаете? Если там... Это Москва. Значит, это он. Может быть, да. Вам будет. Здесь вот их несколько. Мы тоже надо это изучать, поднимать, смотреть. Я думаю, что остались эти... Да, да. И потом этой истории, вот этого смотра, можно убедиться в том, что это микро-лог. Ольга Алексеевна, огромное спасибо. Коллеги, конечно, вот этот Саша-Суальмаша, это как-то вот с кровью. И я помню, что действительно, куда ни перешет, у меня есть подружка Маша Булгутская, и она всю жизнь прожила... Ну, она не ездит в Тимбурге, но когда поступила в университет, ну, то что после этого, она жила на Уралмаша. И мы с ней, куда ни приедем, в русскоязычную среду, даже за границу. Типа, я Маша. И несколько раз звучало. Ты не Суалмаша? Ты не Суалмаша. И все это как-то раз вот так вот заходит, и какой-то Уралмаш внезапный. Поэтому такие клише, они, конечно, конструируют, но они якорями, да, играются. Кто-то вот этот Уралмаш вот так и запомнит. Это замечательно. Мы сейчас увидели воплощение в художественных фильмах. Но Наталья Громанчикова, прошу на арену, пожалуйста. Наталья Громанчикова, доцент Уфу, Уралмашевка. И ее огромный портрет ее и ее семьи, как таких вот, семья Суалмаша. Помните, был фестиваль? И вот тогда трапезников, да, такие огромные, делали такие постеры. Там почти оставая кукла у Уралмачева была, скажем так. Я вот тогда это так запомнила, думаю, ну надо же. И всегда Наталья готова нам что-то дать. Что-то дать, что-то хорошее. Суна Сзявина. А, Суна Сзявина тоже может. В общем, мы за взаимность, это важно, да. И мы обсуждали, что да, это будет кино, потому что мы хотим потом еще клуб друзей Уралмаши про спорт сделать и так далее. И Наталья мне прислала ссылку на фильм, который мы сейчас будем смотреть. Это документальный фильм, он прям длинный, он 40 минутный. Я, конечно, не могла вообще оторваться от него. Это, знаете, вот магнит. И там столько всяких загадок, и столько всего, что хочется пообсуждать. Но я не знаю, как сейчас пойдет, да. Но в любом случае, наша ответственность, это вам это показать. Наталья, вам слово. Я просто хочу сказать вам еще раз спасибо, потому что я честно отсмотрела всю подбоку. Я бы никогда не собралась, наверное, это сделать. Я прислала Наталью, потому что... Да, поэтому я прямо все просмотрела, и я, конечно, под большим впечатлением, и буквально два слова хочу сказать, потому что мне кажется, что то, что в документальном фильме какой-то совсем другой язык. Но я себя немножко почувствовала на занятиях по латыни, на ее стене, потому что у нас была очень строгая преподавательница, и когда перед занятием выясняли там, кто чего не знает, ну, там, кто выясняли, потом она спрашивала, у кого есть, у вас есть вопросы там, говорили, что вот это, это мы не знаем. И вопрос задавала обычно я. Вот, значит, Баландина, и тогда я была Баландина, Баландина и отвечает. И так и тут. Я была главным инициатором, потому что мне очень любопытно как бы поговорить об этих фильмах. Я ничего в фильмах не понимаю, потому что я филолог, а не специалист по кино, и вот так я оказалась на этом месте, а не потому что я в этом что-то не знаю. Мне только просто очень интересно. Просто любовь к родному краю. Да, да. И вот эти страницы жизни я когда смотрела, потому что я много работаю с текстами, только не с артовых, а с 30-х годов. И я вижу, что они очень как бы совпадают вот с этими текстами, с поездю Овалова, вот эта первая смена, про Зину Биомину, она же как Бухаина Бахрева. И эти сварщицы совершенно модельные, просто глаз не оторвешь их. И когда мы их сравниваем с фотографиями 30-х, вот эти бабы замотанные в лаптях, мы, конечно, видим, что я просто не могла избавиться от ощущения, что вот он, вот он наш эсхилл. Потому что я тоже преподавала Англичку довольно долго. И с эсхиллом такая расхожая фраза, что эсхилл всегда изображал людей, какими они должны быть. И вот эта эстетика должного, потому что там все поступают как должны. И это им дается легко этим героям. То есть моральный выбор, в пользу как бы добра и справедливости, это их естественное желание. И мы видим, как... Ну, а сейчас уже, да, мы видим. Жаль, что этот фильм завалили вот эти вот портреты Сталина и восхваления ему, да, потому что на самом деле, ну, вот это то, почему он остался на полке, да, то, почему его потом демонстрация стала невозможной, а не потому что он там как-то эстетически устарел. Потому что, когда я его смотрела, у меня дети так заглядывают, говорят, мама, ты сейчас, что ли, пересматриваешь, да? Потому что это эстетика. Потом узнается очень легко эти молодые специалисты, которые прибывают на завод и вместе с ним растут. И мы видим, как вот эта эстетика должного, она лишает языка и шанса сказать тем, у кого это не совпадает. Кто другой моральный выбор совершил, да, или как героиня, она в процессе фильма, у нее погибает на фронте муж, и... А что делать, кому завод не заменяет мужа, да? И кому это работает, вы видели, что в конце фильма она молодая цветущая женщина, я, наверное, там, 32-33, да, в конце фильма. И она полностью как бы увеличена производством, и, в общем, дело мужа продолжает, и считается, что он... Конфликт решен, да, таким образом. И заканчивается эта линейка фильмов, вот тоже тем, кто остается в жизни. Вот Сергей Степановича, нет, и Геева, это просто, просто он на него как за красную тряпку реагирует, потому что говорит, все неправда, все неправда. И фильм отличный с точки зрения исследования того, какие стереотипы, да, вот какой визит стал нормальным, нормативным в начале 80-х. Мы видим, что Байников, вот интересно, что героиня как бы была замужем за заботом, да, в страницах жизни, а Байников, он женат на работе, потому что жена, которая у него, ну, как известно, была жива-здорова, написала воспоминания еще в 70-е, в фильме его нет, да, он один сейчас не пьется, воспитывает сына, дочери тоже нет. А уж что сделали с Фитлером, как его трансформировали в такого военспеца, всклочного, неуживчивого, Фитлер воспитывал своих шестерых, да, и троих приемных детей. Но вряд ли он был как бы совершенно человеком с невыносимым характером, так как бы подстанут. Поэтому Фитлер вот такой страдающей фигурой остался. И вот этот вот фильм, на самом деле, точка зрения, я про него услышала от его создателей, от Эфимовых, но вот этот коронавирус гадский, да, все испортил, все дело, да. Не только в кино, и не только в Маше, подчеркнем, да. Нет, кино как раз вообще осталось медленным. Кино вообще медленное, но вот как бы сходить и вдруг там заразишь чем-то человеком. Ну это сильно нас ограничивает, да, и мы не собирались много месяцев подвергать. Я помню, что они рассказывали, что с этим фильмом была сложная какая-то история его предпринятия. И вот в этом смысле мне очень интересно, как вообще существовало это документальное кино, потому что это ведь не то, что смотрится перед киносеансами. Это 40 минут фильм. Да, то есть. Это инотиматомник. Да. Вот зачем оно существовало, как его там смотрели, как воспринимали, мне вот очень интересно про это узнать, но я в отличие, вот Ларис Петровна у нас оптимист, она считает, что мы можем 40 минут посмотреть. Я знаю студентов, например, своих, не верю в такие человеческие возможности. Поэтому мне кажется, что мы можем посмотреть какую-то вот там нарезку, но я даже не знаю, Ольга Алексеевна, как вот вы это делали, то есть как вот сделать такой цельный ролик. Я не умею этого делать. Я хочу ее просто запустить, потому что... Что очень привлекательно в этом фильме, это настоящие герои, да, потому что это не актеры, да, и мы видим, какие вообще фактурные люди работали директорами и низковскими. Конструкторами. Да. Мы сейчас еще поговорим. Не спойлерите, пожалуйста, Наталья. Я хочу... Да, мы сейчас все это увидим. Я хочу, коллеги, сейчас подчеркнуть, что к нам присоединились ректор Геоси Инана Анатольевна Ахьянова, которая все это время разговаривала с нашими гостями. Я очень хочу правильно произнести, но пока не могу найти. Алексей Бочаров, который отвечает за публичную программу в кино, культурном... Сейчас, внимание, да, это не кино-зал, это не киношка, это кино-культурный зал Омега. И все, кто живет на Уралмаше, были, конечно, очарованы тем, насколько кино может быть привязано к Уралмаше, да. Мы в ЕСИ очень любим этот принцип сайт-специфичности, поэтому, когда мы пришли на открытие, и там была выставка, которая привязана была по Уралмашу, про Уралмаш, это, конечно, самое благоприятное впечатление на нас произвело. Но сегодня к нам пришел Алексей, а он, между прочим, выпускник ЕСИ, это тоже очень приятно нам. Но сегодня к нам Алексей пришел не один, он привел с собой Стаса Рогозина, своего права, я понимаю, начальника? Коллегу. Да, коллегу. Станислав Рогозин, коллега Алексея Бочарова, выпускника ЕСИ, все это так связано. Но он же исполняет должность генерального директора Магна Тэч Электроник и, собственно, является основателем кинокультурного зала Омега. Я прошу вас, коллеги, я сейчас вырвала их из разговора, потому что Наташка вопроса о киноязыке. Алексей закончил магистратуру в Санкт-Петербурге в теории истории кино. Мы сильно нуждаемся в вас сейчас как в специалисте. Но я в конце хочу, Станислав, вас попросить, пожалуйста, скажите два слова про будущее Киронова Маши. Ну, в том числе и про Зарю и так далее. То есть мы сейчас вот посмотрим, а потом вы, ладно, смотрите внимательно, начинаем обсуждать. И, Наташ, не бойтесь, мы потом еще раз пересмотрим 40 минут, а просто какие-то куски сейчас включим, все нормально. Мы включаем свет. Кто у нас сегодня закинул оператор на свет включать и подключить? Спасибо. Так как я не знаю точно, с чего запуститься, речь идет о вот этой машине или чего там аппарате непрерывного литья стали. Вот эта история, которая... А как это решить? Вот это не что-то скировано. И это уже сам запуск, который длится там, ну, около суток, мне кажется. Точка зрения. Здесь они вот считают, что все удачно. Ну что, есть? Вот есть ингредиа. У нас на полной экране даже не получается сделать, почему? Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как это делать. Вот это Минисковских. Да. Вот в цеху там минус 15 все время говорят, что замерзли все, кроме Минисковских. Ну, вообще все было. Ну, он еще там на траве шапки не нужен. А, ну, все. Это же не из-за Оиккина, да? Нижний. Ну, то есть документальная съемка. Так, а как мы следующие? Нет? Ну, то, точно большое. конечно, любые и неудачи, зимой, но я скажу, обожаться, но настроение коллектива всего. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть Станислав по моей просьбе чуть-чуть скажет о том, каково видение кино по-новому на Уралмаше. Пожалуйста, Станислав. Всем привет! Меня Стан зовут. Я работаю в сети кинотеатров «Премьер-зол». Мы занимаемся с 1998 года. И все это время занимались в основном потоковым массовым кино, которое со временем рассказывал из того, что так случилось, что кинотеатры когда-то давно были такими культурными площадками. Потом через какое-то время они стали некими автоматами спейси-бологи, которые продают шаблонный продукт и перестают быть культурными площадками. И слишком много получается кинотеатров, которые выкладывают одно и то же продукт и немножко теряют свою актуальность. И мы как-то это почувствовали и начали думать, каким образом нам стали особенными стать, каким образом мы можем быть более востребованными. И как-то поняли для себя, что кинотеатры вообще-то находятся в районах. И они могут быть частью культурной религиозной района. И они могут быть не только местными, где потоковое кино показывается, а каким-то образом работать с самоидентификацией людей в районе, каким-то образом ускорять процессы развития района. Так случилось, что первый наш объект случался в Аржентильевском районе, это вот где Омега, может кто-то из вас там был. Мы его сделали таким образом, что помимо фильмов мы выделили пространство галереи и делаем выставки, которые рассказывают о Аржентильевском районе. Сейчас, например, там интересная выставка Алексея Исболова, сокуратора выставки про, называется, воздушные замки Эльмаше. Это про то, какие здания должны быть проектировались и должны были быть построены на Эльмаше, но такого не случилось. В общем, немножко о том, что хотим иначе делать какую-то публичную программу с лекциями, опять же, с выставками про район. И нам хочется делать такую повестку, чтобы, может быть, обращать внимание на те процессы, которые в районах идут. И то, что у вас здесь происходит, клуб «Друзья Ура Маша» нам очень нравится, и как-то хотелось бы тоже быть частью этого, поэтому будем знакомы. Мы вас принимаем. Ура! Ура! Да, в общем... Ну, два слова скажите, Станислав, по тому, что с зарёй будет. Зарёй, да, это сейчас самое вообще для нас актуальное. Решили перезапустить Зарю. Долгое время Заря была бюджетным кинотеатром с недорогими билетами на районе. И вот она долгие годы так работала и тоже перестала быть актуальной. Сейчас мы как-то поняли, что хочется сделать там некий культурный центр, пластер, чтобы там были не только фильмы, но и выставочная деятельность, и лекции. У нас есть такая мечта — это отцифровать архив плёнок, которые есть в музее Ура Маша, чтобы и жители района, и художники, или, может быть, исследователи могли иметь доступ к этим фильмам, которые были сняты. Будем писать грант, чтобы получить какие-то знания, чтобы это сделать. И понимаем того, хотим, чтобы внутри была такая среда, чтобы какие-то были приятные места и кафе, где можно что-то съесть и где-то увидеть кофе, чтобы какое-то такое место появилось, где можно просто провести время и получить какой-то классный и культурный продукт. Вот в это воскресенье будем открывать выставочным проектом. Это интересные художники с Урала. Один из художников живёт здесь, в Оржене-Бизнесском районе. Это Владимир Серезнёв. Это супер-классный известный художник. Он получил премию «Инновация». Это самая престижная премия в области искусства у нас в России. Он будет делать свою инсталляцию. Поэтому ходить по событиям. Вход будет свободен. Но если вы захотите поддержать художников, посмотрите. Это когда-то? Это уже «Зари»? Да, это будет уже это воскресенье. Вообще, перед запуском «Зари» мы разделили условно на четыре этапа. Первый этап – это мы хотим попробовать внутри поработать разными концепциями. Второй этап – это начать ремонт, начать прихорашивать, самоказание пространства. На третьем этапе мы будем больше работать над тем, чтобы насытить программу и получить финансы на культурную деятельность. В том числе, это работа по фандрайзингу, искать коммерческих и некоммерческих партнеров, которые нам с финансами помочь. Будем обязательно писать гранты. И на четвертом этапе мы очень хотим поработать с пространством вокруг двери, чтобы какую-то сделать классную площадь, чтобы там не только дали ребята с пиром, а говорили что-то еще. Интересно, классно, что-то новое. Вот такие планы, посмотрим, что у нас получится. Наверное, пока что мы поставили все это время, если первые два этапа до конца этого года сделаем, то второй и третий этап, наверное, это 22-23 год. В общем, посмотрим, как будет получаться. Пока подарился с вами нашим инвестерам. Поэтому следите за знанием. У нас есть в Инстаграме аккаунт, называется Zalia.official. А знамя судьбы? Знамя, оно у нас было в Оленьге. Когда была пандемия, у нас не получилось у города какую-то отсрочку получить. Мы купили дорогие за время того, как он был закрыт. И нам пришлось его обратно в город. Сейчас... Я объясню. Сейчас туда, в знамя. После ремонта они самостоятельно, ну, практически своими руками делают там ремонт. Заезжает центр культуры Ардженгитовский. Поскольку у нас начинается здесь ремонт, имеется в виду вот то-та лидера, там начинается капитальный ремонт. И центр культуры сейчас временно, вот мы сейчас видим, здесь у нас ребятишки, потому что пока там ремонт не окончен в знамени, они здесь у нас занимаются. Потом полностью центр культуры, по крайней мере, еще на один учебный год будет в знамени, но у них есть плат, что больше это не будет кинотеатр, это будет центр культуры. То есть у них будет два адреса, скажем так. Сейчас пока вы были заняты, Станислав Малинин, рассказывал, что были такие киномаршруты у школьников, в частности. Ты пришел в темп, там, например, сеанс не подходит, и в библиотах нет или что-то такое, ты идешь к нам сюда. То есть наш ДК, старый ДК. Зал. Да. Мы ходили сейчас в литераторский зал, это тоже была важная киноточка. А также, конечно же, знания и заря. Сейчас у нас появилась новая точка, это Омега. И пусть она задает тон. У нас будет обновленная точка, это заря. И пусть она тоже задает новые, да, новые ветры воют, дуют, и пусть это задает новый стандарт. Это как раз так называется киноклуб, стандарт 2-0. Вот я, например, очень этому рада, что у нас появляется не просто кино, а это действительно точка на районе, которая работает с идентичностью, которая, ну вот, туда к нам заходит за счет ответственности. Еще какие-то вопросы? Коллеги. Я думаю, реплика, что очень хорошие фильмы, они там показывают все время, как бы нужно собраться, да, чтобы стала какая-то традиция, потому что мне кажется, что они прям молодцы. То есть вопрос, чтобы не останавливайтесь. Да, чтобы не останавливайтесь, потому что это нужно так, ну, вот, да, и как бы и тогда под дело пойдет. Ну, знаешь, что я не смогла уговорить студентов, вам пойти выражать 300 рублей, для них это вообще не было. Да, это проблема, кстати, да. Мы ходили в коллективы, в коллективы, на несколько киносеансов, а студенты не идут, они такие 300 рублей, да. Скидку 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 есть. Это ещё в группу студентов, точка. В целом, нужно, наверное, попробовать не сказать, да? Ну да, чтобы это действительно показаны, да? Может быть, это специальные какие-то действительно показы, например, да, связанные с учебными там какими-то, они же изучают теорию историю, кино, там, театром, чтобы там, просто показывать, но не как-то. Я думаю, можно, так сказать, правда это бы сговорить чуть-чуть, да? В общем, приятно было со всеми с вами познакомиться. Значит, у вас какой-то многочисленный поздно, уходи на связи. Очень, очень. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 А мы переходим обратно к фильму 1977 года «Точка зрения». И, Наташа, теперь с нами Алексей Бочаров, главный по кино. Все, ответственность сразу снимается. Да шучу я. Мы все тут разбираемся, потому что вот когда Наташа этот фильм раньше смотрела, когда я смотрела этот фильм, у меня, конечно, было очень много вопросов. Они были такие... Ну, точнее, я даже просто внезапно, я, честно говоря, не поняла, как это возможно. А, на прошлом группе «Грузей у Алмаша» из Усть Сергея Степановича, где его прозвучало, и зам по коммерции, зам генерального по коммерции, типа, осмонтировала нам этот фото. Я что-то то ли забыла, да, потому что я жива-здорова была в советское время, что вообще были замы по коммерции. А вот тут вот, мы просто видим... Нет, ну просто я как бы... Я забыла. Я не работала на «Грузей у Алмаш». А тут мы видим вообще конкуренцию. То есть, когда у Алмаш-завод выпускает продукцию, и ее не принимают на Азов-Стали, потому что в Лебецке все пошло не так. И низковских конструктор доказывают свою точку зрения, право на инновацию, он ее обосновывает, но его, вот, как бы, не принимают, да, можно так сказать. Наташа, продолжайте, не бойтесь, мы тут все нормально, все вместе. Давайте я буду. Давайте, да. А можно свет выключить? Итак, это... Они сделали в годы войны тысячи боевых машин, собрались своими руками, от начала до конца. Но те, первые тридцать четверки, были особенно дорогими. Они ушли в бой под Москву в самые нужные сроки, в самые трудные дни. Уралмашевским мальчишкам военной поры сегодня в пятидесяти. По торжественным юбилейным дням вспоминают они боевую юность. Но ставшая традиция и чувство ответственности не изменяет им и в мирные дни. Мужское свойство — не отказываться от ноши, свойство человека и свойство коллектива, пусть потяжелее, но своими руками. Справиться. Есть написан поставки для связи в станке. Ваши вещи. Встреча с ним, отчего, заказ и загаз. В честь конструкторов и коллектива Уралмашевых заводов, в очень короткий срок была произведена замена и подобрана. Как фамилия? Парначок? Парначок? Нет, потому что подписей нет. А с какого года по какому? Давайте я вам не скажу. Но, конечно, когда смотришь это, в этом фильме, поскольку он документальный, ясно, что это наратив чейка, потому что что-то показывает, что-то нет, например, не знаю, будет сейчас нарезки или нет, как мистерский дает интервью, и при этом у него звонит телефон, и камеру не останавливает, и это тоже включает фильм, как он говорит по телефону, или он там закуривает, например, то есть такая вот быть, такая повседневность, она здесь достоверно показана. Вот как этот человек говорит меня, он уже поразил. Я не знаю, кстати, что это директор, я понимаю, что это руководитель. Да, потому что тут, мне кажется, это такие для своих, да, то есть как губернатор, а все здесь срочно. Да, то есть это директор. Да, чужих подписывают, там Азов-Снадзи, они подписывают. Успешная эксплуатация установки после замены роликов подтверждает надежность ее конструкции. Точка. Уралмашзавод настаивает на продолжении работы. Я завтра скажу, я сейчас обсуждаю. Ну, наверное, если бы специалисты не спорили перед собой за стойку, как доставить свою конструкцию, на той конструктор именно этой установки? Это Нисковский как раз, да, вот он за кулером стоит. Просто, Наталья, мы уже это поняли или нет, в чем была директор? Вы, наверное, ничего не поняли, но там почти, по-моему, вот сначала показывают трюк, потому что я вот эту нарезку не очень поняла, и практически сразу, вот там, там говорится, что еще не отгумели фанфары, сломается ролики, и все это ломается. И, соответственно, конечно, у Азов-Стали и прочих, они и так-то были, там вот звучит все время тема, что уралмашзавод на руки выкручивает. Мы бы купили немецкую машину, мы не хотим эту уралмашзавод. То есть там другая технология, они такие, а там лучше технологии, а Нисковский доказывает, что нет, мы все проверили, у нас лучше. И делают экспертизу вот эту, в том числе, не эти жмаши, и, как бы, говорят, что это не случайная полуга, что это конструктивный недочет. И Нисковский с этим соглашается, но вот потом они, видимо, эти ролики как-то там, совершенно... Самое приятное, когда я стою в доске вместе с кем-нибудь из наших конструкторов, и он решает какую-то определенную задачу или проблему. Но потом все же инженер не может защищать свои идеи только потому, что они твои. Нельзя сказать, что абсолютно все, что мы сделали 15 лет тому назад, все было, значит, на самом высоком уровне, и только так, больше никак иначе. Ведь другие тоже работали в этом направлении. Работали немцы, японцы, американцы. Кое-что. И у них сделано лучше, чем у нас. Но, тем не менее, значит, все же основные принципы, которые заложены были в нашу установку, они не потеряли значение до сих пор. Мы их отстаиваем и будем отстаивать. Конструктор Васильевич тогда, когда он является изобретателем. А вот это кто? Это уже из министерства, мне кажется, кто-то. Потому что он тоже какое-то экспертное мнение дает, но он не представляется. Это уже, кстати, очень интересная черта этого фильма, документальный фильм. Но он сделан из Свердловска, про Уалмаш, и все, кто свои, их не представляют. Ну, типа, их и так все знают. А вот там есть несколько посторонних, да, чужих из Випецкой, из Азубстали, там прямо подписано, кто это такие. Это, ну, тоже не случайно, да, очевидно. Это очень интересный человек. Он очень упорно, так сказать, добивается положительных результатов от своего изобретения. И, я думаю, это в какой-то степени, так сказать, положительная, так сказать, черта, как у изобретателя или конструктора. Это всегда, говорится, довольно дорого государства. Ну, у нас нет расхождения, между прочим, с Александром Ивановичем Терековым. Ну, как говорят, во всех этих, ну, боях, если так можно выразиться, с Уалмашем встаем вместе с нами. Ну, считают, что я правы, а мы считали, что он прав. Вот это Александр Иванович Тереков, наверное, потому что он на него ссылается, да? Ну, то есть тут тоже по поводу фильма нужно расследование. Я правы в том, что по непонятной причине тратуют за импортные установки. А наш коллектив, имея большой опыт содружества с Уралмашем заводом, считает, что отечественные установки работают и будут работать не хуже, а должны превзойти заграничные. Значит, тут вопрос, значит, ваша точка зрения, заводская, ну, уже сложилась, и мы ее объем. Так вот, люди довольно упрямые, мы сделаем то, что считаем для себя морем. Ну, собственно, это не новость, это давно уже вот такая тенденция есть, заставить Уралмаш завод делать чужие конструкции. Но есть традиции, определенные на Уралмаш заводит. Мы все же критически относимся к тому, что нам навязывается, и всегда пытаемся все же сказать свое слово. Я надеюсь, что я еще успею кое-что сделать, но тем не менее, все же 15 лет жизни – это большой срок той жизни, ну, творческой жизни конструктора. Причем на это уж и лучшие годы, конечно. Столько времени, видимо, на следующие мои затеи не будет отведено. Слышите, как он сказал этот конструктор? Он сказал не «Уралмаш», он сказал «Уралмаш» зовут несколько раз. Да, мы сейчас вот в самом начале смотрели кадры из фильма знаменитого, как он называется, «Услужили два товарища», да? – Два бойца. – Ой, два, извините, два бойца, где Саша Суральмаша и Марк Дернез говорит, ну, ты даешь Саша Суральмаша. То есть вот такой антисит, антисит сурово. А здесь вот так, то есть мы отвыкли от этого, да, это как СССР, когда правильно ты произносишь, ты заходишь в СССР, значит, их человек, а когда СССР скажешь, все это не о чем. Поэтому, может быть, как-то иначе произносить, это очень точно звуки важны, да, здесь. ПЕСНЯ 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 Пятнадцать трудных лет. Но ведь свои 15 лет прошли и все, кто спорит с ним, спорят не только защищая собственное влияние, но и думая прежде всего о государственном интересе. Конечно, неприятно, что с таким трудом массу сил, времени нужно было потратить для того, чтобы как-то доказать, что то, что сделано было в первое время в сюжете, было правильно сделано. Но, тем не менее, видимо, это неизбежно. Унедрение новой техники всегда и во все века шло с трудом. Это естественно. Главное, безусловно, это всегда оставалось и остается творчеством. Пройдут годы, и время покажет, кто будет более рад в этом споре. Спорим неизбежно, потому что научно-техническая революция требует от каждого самоотверженных поисков. Спорим необходимым, потому что стране нужен металл. Все больше и больше металла. Пятакевский. Аматинский. Игра. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok но все-таки наш это все равно их победят, правильно? Я тебя вижу. Ну вот, я просто, знаете, у меня сразу зрение расстраивается, потому что со студентами, когда работаешь, ты привыкаешь как бы их глазами смотреть, и я бы там, ну, предполагать, что они. И я думаю, вот сама коллизия, то есть почему нельзя купить у меня в церкви? Она вообще за пределами. То есть даже я уже как бы не могу сказать, что... Она для меня совершенно понятна. Нельзя, потому что. Потому что нельзя, потому что наш... Уборч, ах, и не нельзя. Ну, понимаешь, у немецкого достоянина все такое, и все, и немецкое оборудование, но тут... Это же мысль, понимаешь? Вот эта идея, мысль, это было самое главное. Это понятно, да. Война, нет, противопорство двух вот таких вот масштабных... Ну, может, это было ГДР. В Германии, это была ГДР, естественно. Ну, так это же были даже страны. Но доказать, что мы здесь, на Урамаше высочайшего уровня специалисты, и то, что делаем мы это правильно, это нужно было доказать. Мне кажется, Ольга Алексеевна, что здесь было, да, что здесь, знаете, был как бы не то, что даже гордость, а как бы престиж, что вот это же завод заводов, да, так скажем, и как бы завершенная производство, и стаи, и инструменты там делали. Самодостаточное. Да, как бы самодостаточное, чтобы, ну, что еще где-то что-то брать, когда вы сами, он, сами, так скажем. Ну, причем, я не знаю, ну, это такие простые вещи, это же не лапость, это же высокие технологии. Ну, так вот видите, как бы здесь такое законченное производство, говорю, начиная там все вот от то, что лили сталь, и прокатные цехи, и инструментальные, и сварочные, все, то есть вот все как бы завершенное, завод заводов, завод же как бы, да, у Алмаш, завод, завод, то есть завод, который может создать завод, и поэтому вообще дело престижа было, мне кажется. Ну, я не думаю, что партии думали о престижах. Я думаю, что, я думаю, что, я думаю, что это внутреннее ощущение, я думаю, что еще вопрос. Лоббирование, я убираю вас, лоббирование вот на административное вообще вынесено за этот фильм. Почему они говорят, да, ну, почему руки-то выкручены, министровский уже туда бегал и доказывал. Это как бы с министерства докручивали. Ведь если это такое прямо вот супер, да, их же не надо было бы заставлять покупать. Все равно были проблемы, да. И понятно, просто не это показано. Это как бы остается за кадром, да. Вот у нас это, оно остается за кадром. А вот сам характер, да, вот эта битва титанов, да, вот эта вот, как сейчас, я еще не смотрела, но посмотрю, «Форд против Феррари», «Псикола, Кока-Кола», да. То есть вот когда что-то такое, и человеческий, конечно, вот человеческий материал просто там потрясающий. У Мисковских же тоже не показано, что он из Раскулачина, что как бы он всю жизнь молчал об этом, да. Тут как бы такая героическая биография. Поэтому здесь же тоже не то, что такая цельная картина. И писали-то журналисты. Поэтому мне интересно. Они на кого рассчитывают? Ну, как бы, кто этот фильм должен был смотреть? Это же не для памяти снято, это снято вот для сейчас. Прямо там проблемы показывают. Да, 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 да. Я считала основной месседж как вот то, чему мы посвятим наш симпозиум ЕСИ в сентябре. Это такой патриотизм локальный. То есть в данном случае это патриотизм, применение как у Алмашу. Это действительно, вот знаете, как стоя на плечах гигантов, да, то есть это многолетняя история у Алмаш-завода, традиции, он много раз, мы сейчас один раз видели, да, эту цитату, он много раз говорит, что у Алмаш это традиция, у Алмаш это честь и гордость. То есть так сложилось, что он не может из этой обоймы выйти. Вот за ним у Алмаш-завод, все эти годы славы и уровня определенного. И он не сомневается и готов вот эти 15-летние, да, свой труд, ну, как-то и предъявить, да, для того, чтобы все объективно было оценено и доказать, что это такие у Алмаш. Это, мне кажется, патриотизм, который иногда требует жертвенности. Потому что всегда там бывает с патриотами. Я считала основную идею фильма именно в этом, на случайность, в Свердловской киностудии. А я бы сказала, что тут еще вот что звучит. Вот он же когда говоришь, что 15 лет, он не говоришь, что 15 лет. Вот мы, знаете, эту историю литературы Урала, да, делали там 8 лет. И я вижу, как износился народ. Потому что очень большой проект, и как бы не мне лично, но руководителям проекта это стоило прямо куска жизни, да, куска жизни, которые тут, в общем, а тут 15 лет. Но он не говорит, что... Он говорит, что на мои затеи. Нет. Я думаю, я думаю, что здесь есть мысль о том, что вот он там дальше фильме, да, говорит, что конструктор нельзя заставить работать над чужими моделями. И вот это вот как бы какая-то гарантированная свобода, да, 15 лет ты можешь конструировать, что найдет сбыт точно. Что запихнуть в этот азов сталь, липец, не знаю, там, вылью и так далее. Это я не потому, что он что-то плохое сделает. Просто есть и другая сторона. И он... Это не только, мне кажется, про вот изнашивающую ответственность, а еще и про то, что... Ну вот про стабильность, да, про как бы... Чтобы были шансы что-то доделать, не бросать, это гарантии, да, какие-то. Да, или же это не грант два года, получишь, да, и за 9 месяцев его должен. Да, грант, Каташа, а это не срочный контракт на два года, ты два года, значит, доцент, профессор, и то, а потом как бы неизвестно, кто его садит. Никто про это. А тут ты 15 лет, да, ты можешь себя показать, и, в общем-то, его уверенность в себе и в том, что он делает, наверное, основана вот на этом. Ну, там же история-то была долгая, да, она была надежная. Да. У меня еще, знаете, кажется, что как бы не один же там из сказких был вот таким, да, инженером, там, всякие Сатовские, там, еще что-то. И просто каждый делал какую-то свою, свою часть работы, и, да, и раз он столько времени на это потратил, да, и теперь так, вроде как бы, обесценит все это, труд, да, и его как конструктора, и там же с ним были все равно связаны другие, там, инженеры, там, и вдруг вот это все обесценит. Мне кажется, что это еще тут такой момент. Я когда смотрела, они вот начинают... Детище какое-то, да? Конечно, я уверена, что мы все сегодня вечером посмотрим, я так даже, наверное, пересмотрю, когда начинают они об этом говорить, что вообще, вы что, типа, тут аварий, вообще-то небезопасно, да, мы не будем брать вот эту вашу ромашескую установку, а он говорит, да нет, ну, мы исправили. И там есть трагический момент, когда уже открыли торжественно-баттеровые шапки, и тут все разлилось, и там такая пауза, прямо вот за сердце, да, это все берет. Я думаю, вообще-то, гон какой-то, что ли? То есть я прям не поверю, а думаю, что такое, из документальных фильмов, мне казалось, что только художественные фильмы, что так не могло быть на самом деле. И вот эта достоверность у меня, она вот сбой, да, в каком-то смысле. Это прям вообще-то интрига. Ну, вот вообще, по правде говоря, тоже, когда показывали, вот, когда начинается только, у меня тоже возникло такое, знаете, как-то, как-то человек, да, вот тут вот все, металл сейчас брызжет, и он такой прям подходит, стоит тут, но это если бы даже там капля металла, это какого-то, ну, это немножко свежеселовано, но мне вот этот, вот, я уже, на самом начале сказала, что мне этот кадр, когда он по телефону говорит, и то, что это оставил, вообще покорил буквально, здесь его нет, но вот, вы хотели что-то сказать? Да. Скажите, пожалуйста, это тоже, что-то, что-то, какого-то, здесь не прозвучало по роли коммунистической партии, это была основа, все то, что закладывали, все поделали, по другому, по другому, по другому, естественно, так. то есть это как бы как служение, да, было выявлено? И все шло, каждый день, каждый минуту, под контролем, под руководством, и деньги спускались, тоже оттуда все настройки, на все эти предприятия, вот, а почему так боролись за это? Потому что борьба идеологии, коммунистической, социалистической и капиталистической, цель была доказать, что мы лучше, мы лучше, коммунистов. все поняла, кстати, интересно очень, спасибо, что такое рассказание, ни разу, ни слова, понимаете? Вот это потрясающе, хорошо, что вы на это обратили внимание, потому что там совсем нет, это как будто безвремя, это как будто безвремя, все равно, все равно, все равно, потому что мы же тут с фондом воспоминаний работали, и действительно, вы прямо, да, Сергей Григорьевич, там прямо, это было, конечно, было, там в каждом, возможно, знание, мощная организация, курировала все, а здесь нет, ну не разу, это установка речесорок, а здесь на работе, это, кстати, тем интереснее, что-то прямо независимое, вот это темно, так что спасибо, что вы на это уже делали наше внимание, мы, может, нынешнюю, аполитичную, замылилась взглядом уже не увидели, может, а вот противостояния есть, да, да, Алексеев, что-то вам показалось в этом? Да, я как-то, знаете, фрагменты, я подумал, мне на самом деле заинтересовало в титрах, что вот коллегу заметили макеранса оператором, и он действительно долгое время, одновременно с тем, что был режиссером, оперировал и помогал своим коллегам, последовательным студентам, вместе с тем, я долго сейчас книжки у себя искал, кто такой Игорь Тарик, потому что я помню, что читал о нем, это второй оператор фильма, но вот пока не могу вспомнить. А это не у какого прегрессивного, вы, наверное, вот оттуда знаете, которого на 12 лет? Нет, я именно права этого человека после власти киносудии читал, и я по другому, как-то могу зато помнить. У меня такая... Когда я прочитала Нисковских, то я подумала, а нынешний глава Сосердского городского родственника или нет? Фамилия Атластраза, что она такая вообще не очень... Не распространена. Все это можно и нужно выяснять. Ну вот, коллеги, у нас клуб друзей Алмаша, а не киноклуб. Вы, наверное, вот видите, детали и подробности, давайте сейчас сможем улыбиться, однако мы, мне кажется, сегодня, знаете, открыли штовку и другими глазами, авторскими глазами, да, художественного кино, в документальном кино. Мы увидели такие вещи, которые являются совершенно уникальными и неповторимыми. Мы здесь из-за того... Кто еще хочет высказать? Вы хотите, вы писали. То есть все здесь... А я вот хочу знать, я бы сказала, еще у меня такое воспоминание, что вот это сейчас вот кинотеатр «Заря», да, так как там возрождается и все такое. А вот, между прочим, кинотеатр «Заря», я помню, в 80-е годы и, может быть, еще даже начало 90-х годов, там всегда шли индийские фильмы. Без конца. Было, было такое. Там все время, там вот хочешь посмотреть индийское кино, все. Ну, он какой-то... Ну, он какой-то... Ну, какой-то такой уж... Вот, в данном смысле, Станислав прав, что он прям потоковый-потоковый. Он имел такую репутацию, ну, легкого такого, как это сказать, популярного кино вообще-то. И вообще не соположение было такое. Да. Знали, нужно было еще садиться, доехать на Раваш. Да. Вот и по пути. Да. Это, значит, уже облегченное. Ну, вот они уже выходные показывали малыша, Чаплина, и к ним приходила Немченко обсуждать и так далее. То есть у них прям есть какие-то очень серьезные планы на вот такую индивидуальную повестку у них, у Алексея и его друзей, его коллег. Коллеги, спасибо вам большое, но это не все. Я, во-первых, хочу вас пригласить на три важных события. В этот четверг, 22 апреля, приходите к нам в 17 часов, у нас в Мессажный день. Мы открываем сразу три выставки. Одна из них в Балереи это выставка Виктора Оборотистова, современное искусство и вся, как это называется, бригада мастеров Казимира Малеевича, такое сообщество художников, они все будут у нас здесь, зажгут, явно обещают быть очень интересным. Потом мы знакомимся с выставкой, которая посвящена 15-летию ЕСИ, потому что Академия в этом году будет 15 лет. Это фото-выставка с историческими фотографиями. Она будет на первом, втором этаже в Викторате. И, наконец, в Библиотечный информационный центр вы уже видели эту выставку, она придет художница, мы будем торжественно ее открывать. Итак, 22-го в четверг, в 17 часов мы вас приглашаем. Вторая точка важная, это, конечно, ночь музея, когда мы тоже вас ждем. У нас будет очень много активностей, которые делают наши студенты. Поэтому, какие они и что они делают, включая их проекты по цифровому искусству, вы можете здесь, у нас в нашем здании с 18 до 22 часов все это лицезреть. И мы будем очень рады видеть вас гостя. И, наконец, наша следующая встреча, я думаю, что она будет посвящена, и надеюсь, все действие в планшет идет, Татьяна Анатольевна Круглова заинтересовалась, она пишет сейчас работу по этому поводу. Мы будем говорить вот об этом труде в тылу, да, нового Маши в годы Великой Отечественной войны. любимая тема Сангель Степановича тема. Любимая тема Сангель Степановича. Мы видим, что дети не работали. Да, да, это любимая тема с деталями. Сангель Степановича. Как раз экскурсовод был, что ромбируется для женщин и детей. Вот, вопрос. Да. Сангель Степановича может выразить свою точку зрения. Вот, например, Татьяна Анатольевна придет, она на эго-документах тоже будет, да, выражать свою точку зрения. Мы встречаемся 17 мая, опять здесь, то есть место и время этой встречи, если нет, нельзя, и это прекрасно. Но, есть неожиданности. Я хочу сейчас показать нашу гостю, у которой есть халат. Выходите. А, подожди, что-то вы сказали. Это рабочий? Да. Посмотрите, пожалуйста. Рабочий халат сангелью с уралмашей. Кто видел путеводитель по уралмашу? Вы помните, как выглядит обложка? И на этой автор этой работе, когда на ковре можно что-то нарисовать, она вместе с нами, это наша коллега по центру кузлу Раджи Кизовский. Вы, пожалуйста, скажите два слова о себе, представьтесь и скажите, что мы сейчас с вами купим. Я ухожу в ковре модности. В 18 лет вот с ульяночком с годовалой дочкой приехала на тележку, на казахске, и увидела, женщины рисуют. И я, все, мне тоже надо, и я так осталась с ней. И она у меня выросла в этом предклубе, дочка Ока. Она у нас четырех лет, у меня есть «Затяжелая 83-я газета», где она вот упоминала маленькими ручками, уже крючком вяжет, ее эти бабушки наши все молочили, и все. А я хочу сказать, она будет в этом году уважением, она ведь дочь великого Ковалька, Валенка, пусница в 38-м цехе, и она все рассказывала, как они жили во время войны, как у них была, она жила на поселке Новонародного фронта, и как у них почтальонша идет, если похоронка, она идет на этой стороне, а мы, дети, все бегаем, а если говорит хорошее письмо с фронта, то она идет по другой тропинке, и мы уже бежим в Ковальку, она это домик не идет, и говорит, и она была такая, и русская, с таким круглым лицом, и вот, ну как бы она не это, ведь несла-то всякие письма-то, вот как ей это все передавать-то было, тоже тяжело. В общем, вы будете пригласить, конечно, вы ее вообще так звали, да, столь гумеет, но она уже очень боженочек, ее около 90 уже дает, 85 мы провели, да, мы даже в Афинах объедели, юбилей ей, так аниматоры были, вообще так поздравляли, так все хорошо и танцевали, вот, вот, в Афинах, во-первых, ей не может быть 85, если она в Афинах не была? Нет, нет, это папа у нее работала, она была репутинка, там что-нибудь у нее, она просто эту память, она помнит, что она бегала, бегали, вот, да, а папа у нее работал, вот, в общем, что он ездил, летал в Китай, его прямо это отвозили, он там, это было не случайно, потому что, опять же, купили оборудование, поздничный прессовый церк, купили китайцы, и все, пришла, типа посылка, да, все, они, смонтировали, не работают, ну, просто вот никак, и как-то пытались, дистанционно, как бы мы сейчас сказали, да, по телефону, не, давайте пришлите, своему кузнецам, он приехал, все это починил, и Мангариту Григорьевну, китайцы, приглашали к себе, гости, потому что, они до сих пор, помнят это, да, и с большим уважением, отзываются, вот о том, как они считают, помощи, и Мангариту Григорьевну, и это ее отцу подарил, серебряный подсигар, и еще прямо так, в общем, совсем эти ромашки, сплошные истории, спасибо, подождите минутку, еще скажу, вот когда Канинский, значит, пришел к нам в клуб, он, конечно, очень молодец, в каком смысле, не знаю, кавычки, но у меня забрала работу, говорит, нет, это общественная работа, я говорю, ну, как вот вы брюки носите, это ваши, а вы мне из рук взяли, как мы могли бы чертать-то там, это, ну, в общем, вот такой, ну, короче, он пришел к нашим женщинам, и пожарился, вот мне надо, вот мне надо, так у нас одна, родилась, говорит, я здесь в ДК, Таталинков, мне, что был первый, первый директор ДК, это ее папа, я бы там родилась, вот там комнату показала, мы здесь жили, так она ему Каменскому принесла, вот такие фотографии, больше месяцев, вот такие, Махмут и Сумбаев, Фидель Кастро, они все здесь были в ДК, в большом зале, на них ходили, приезжали, вы представляете, она ему такой аргитт принесла, он хоть бы шоколадку, или хоть бы сказала, девочка, вы будете получать, ничего, он все это сделал, получил грант, и все, а они столько историй, они же им всем за 80 лет, я самая молодая, откуда-то пришла, они ему столько рассказали, столько ему, что он вот книжку издал, а он ни в архивах же не сидел, он в библиотеке же не изучал, он все это, вот, вот так и получил, вот, это дело времени, вот такого, делу его нашего, мы сейчас можем не участвовать, нет, нет, это я так слову, просто, что они, ему от души столько вот, ну, он бы должен хоть упомянуть, вот, а в книжке даже у меня, вообще нету, или даже кто-то, а я говорю, глупо ты человек, Сергей Юрьевич, ты бы сказал, Ленка, да нарисуйте мне, в каждом районе, в этом половике, от каждого района, по значимому объекту, у тебя бы серия была. Ну, Казанович, это наш друг, банкнер, муниципальница, Ему Юрьевич Каменский, он очень многое сделал, у каждого есть свои особенности, но очень важно, знаете, это как вот, есть, так сказать, океан, и как бы много пластика там не было, честно признаться, океан больше, чем из пластика, точно так же, есть у Армаш, он такой большой, и у нас есть некоторая перспектива, что мы еще не все знаем о Буро Маше, и не весь его открытый, вот нам сегодня, да, стоит что-то открыть, да, мы, да, на чердаке, кто поможет, Алексей, помогите, да, на чердаке я, верюхашки, случайно, нашла такую штуку, чудо, чудо, просто чудо, и это можно начать, конечно, такое вот это, возрождение, вообще всего, а родители у меня тоже проработали в 38-м цехе, оба, 50 лет, это кусок, но у него ромашек, нам едят, заходят, да, вот сюда, так, вот сюда, мы на стол не будем ставить, мы на полу поставим, мы сейчас можем открыть и посмотреть, а вы на камеру, вот этому мальчику, Станиславу, знаете, я что посоветовала, говорю, давайте в заре сделаем круглый стол, старинный стол, скатель, старинные вещи, вот у меня есть, и фотографировать в этих скатях, можно даже было, фотосору, да, фотосору, представляете, можно было, да, можно отрезать, это я так по цыгански завязала, давайте по цыгански, это завязываем и не все, а не по цыгански, мне кажется, это Фуочкин, но мое ощущение с Фуочкин, потому что помните, там это, в кино было, в кино-то был летчик, вы же видели там фотографии, какой-то был летчик, да, 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 а это что, летчик? Это летчик. А, ну так, наверное, конечно, курочки. Это поставим? Давайте поставим. А тут его можно... Это, можно, между прочим, или это... Это гипсовый. Или таксист, так, танкист. Танкист. Ну, таксист, это не таксист. Нет, таксист, танкист. Танкист. Скорее, не танкист, летчик. Летчик, наверное, летчик. Курка и чистая. А вот художники, они могли бы его доделать. Вот, то есть, то время, да, вот такую акцию сделать для художников, это не трудно. Наши студенты, вот наши студенты, наши студенты в ВК могут сделать, мне кажется, по руководству. А кто, есть у художника? Да, и меньше. Иван Трофимов, шефство. На скульптурах. Надо понять, кто это. Знаете, как я напугалась? Я начинала, так сказать. Что же он так? Да, мы поднимались. Я бы сказала, возьмите, это же история, это же, какого же нет, больше не будет. Вы помните, у бани стоял, я не знаю, еще. Да, да, да. А помните, на стадионе сколько было девушек, мол, сколько было всех, сколько было. Молодец. Браво! Спасибо вам! Корректор А.Кулакова Поддержал нашу уже, может быть, мановоритную работу по восстановлению комплекса нашей здании. И выделил транш сейчас в 105 миллионов на восстановление части калитра 2, которая выложена в два пункта. Но самое главное, что интересно, что приятно очень, что это будет сделано не за два года, как изначально планировалось, а включая мая следующего года, до конца мая 2021 года должно быть все закончено. Конечно, в эту сумму не входит оборудование. Сейчас нужно ломать голову, думать, искать, просить. В общем, все нужно делать сразу, чтобы эта часть еще и была каким-то образом лучше современным оборудованием. Сколько, конечно, этих властей. Понятно, что они здесь подминивают вдвоем с учреждением, с Центром культуры. А в Женгитовском, может быть, еще какие-то, будут садмики, я не знаю, что здесь или ночь. Сейчас понятно, что ремонт даст новые возможности. Следующим этапом, скорее всего, будет та часть, которая над пятерочкой, может быть, вместе с пятерочкой, даже где я так и так, как тайно, как и так, ну и последний, это реставрация сгоревшего зона. Сейчас он законсервирован самым правильным образом, потрачен 10 миллионов на консервацию, и чему я не сказала, но рада, потому что было очень трудно сохранять в виде невозможных действий. И теперь мы будем ждать, ну и потом еще этап для устройства, это, конечно, это отдельный этап, и отдельно прорабатывается очень много сложностей, потому что, например, сети, невозможно изменить проект сетей, был сделан давно, и по-другому сети не проложить, сети здесь под землей идут вдоль и наперед, и это очень мешает нашим идеям для устройства территории внутреннего, то, как можно было бы современно, интересно, ярко сделать, в том числе, например, сделать доступную, вообще. То есть все доступности в том числе мешают такие вещи, но, с другой стороны, это данность, это интересно, это интересный вызов такой, с которым будем продолжать пробыть. Так что вот на сегодняшний день такие дела. Я думаю, что это важно, это интересно, это здорово, что так быстро, потому что мы, конечно, очень рады, что... Ну, и город надеется продвинуть максимально, ну, если не с реставрацией сгоревшего зала, то максимально хотя бы остальное все, до 20-летия, то есть до лета 23-го года. Я думаю, что это очень интересно надеется, что уже начали и не бросил, потому что было очень трудно начать, было очень трудно добиться. А сейчас, конечно, я на этапе, когда мы добиваемся просто всеми силами доступности для малого граждан, для такой категории, потому что это очень трудно. Все это мы пока противодействуем. Памятник архитектуры, он не зря памятник, потому что это правда в 30-е годы было нормой, а сейчас очень трудно бесконечности. Ну, и много-много архитектурных особенностей, которые мы говорим. Но будем стараться, и я очень надеюсь, что будет доступно всем. Продолжение следует... Продолжение следует...